Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Что не замерзли? Согрелись ли вы немножко? Молитва людей согревает. Не заметили немножко, да? Или кто-то заметил, а кто-то не заметил. Дорогие мои, поздравляю вас. Вы знаете, что понедельник, это вообще день поминовения архистратики Божия Михаила. И когда мы планировали эту службу, мы, ну как, 1 мая. Вы знаете, что за праздник 1 мая? День международной следовательности и молящихся. Слышали об этом празднике. Ну это так и именовал народ, значит, некоторые православные. И сегодня у нас великая радость в этом храме. Вот здесь стараниями прихода вот Заручского и именно Адриана, и его сподвижников, Антония, матушек. Здесь в этой весе, значит, сохраняется не один храм. И один из них вот этот. который если бы его еще немножко поддержать в таком состоянии, он бы, конечно, погиб. Он начался бы разрушаться. Происходил, стал происходить необратимый процесс, стал бы. Поэтому вот Николаевна Адриана обратился ко мне с просьбой, если есть возможность какая-то оказать помощь. А я в это время искал, благословился у епископа Митрофана. Была у меня такая идея. Мы в Петербурге живем. Город уже, знаете, весь погряз уже. Больше похож на Содом Агамору. Выходишь на улицу. Конечно, там много есть благочестивых людей. Происходит борьба, добра и зла. Но все-таки вот уже там настолько вот это все висит тяжело. И знаете, как раньше отбегали далечайшие в дебри святые люди. Так мы вот приходом к храму Василия Великого решили отбежать немножко. Для того, чтобы сделать боток свежего воздуха. Может искупаться в озере, поймать его. Может вернуться к земле. Может кто-то захочет здесь грядки посадить. Может кто-то здесь приобретет землю. Но в любом случае, что бы здесь ни произошло, всякое уже не произошло, но вот храм это место нашего центра стремления. Вот человек должен это почувствовать в своей жизни. Что для него храм это очень важная точка. Что это самая главная точка. Это корабль спасения. Он здесь приходит, здесь останавливается время. Здесь он притекает к святым дарам. Вот я недавно освещал квартиру и там меня задавали, собралась целая семья, они начали меня пытать с разными вопросами. У них накопилось, знаете, за всю жизнь. они не ходили в храм. Они говорят, а что мы, а что мы молимся дома, это что, молитва, ну как бы, она ни с вами действует. Нас Бог не слышит, спрашивают они. Я говорю, слышит, но в храме еще слышнее. Я говорю, они так почесали репу, голову, если слышнее, надо сходить. Понимаете? Вот и всем недавно был такой батюшка, батюшка был он в Эстонии, от отец Василий Борин. Может кто-то слышал его? Он изгонял бесов в свое время недалеко от Пюхтиц, и к нему ездили вся Россия туда ездила. Там хрюкали, мяукали, и в общем у него ужас, что он поселял там людей, и изгонял из небес. Он вокруг него селился там в сараях, на чердаках, где угодно там. И он ходил, как он только появлялся, начинал читать молитву, и все начали хрюкать имел. Вот. Так он сказал, знаете что, такой мысль простой, вот народный, на кипящий чайник муха не садится. Это означает, если мы молимся, если мы собираемся вместе кипеть, и кипим совместные молитвы, то никакие помыслы, никакие грехи нам не страшны. Поэтому я желаю вам кипеть, постоянно кипеть. И даже в этом холодном помещении, вот несмотря на то, что здесь, у меня сначала здесь замерз, конечно, ноги у меня начали отмораживаться, потихоньку. Вот. мы здесь всю ночь пытались натопить это помещение, представляете, там 60 лет оно не топилось, или сколько там, за одну ночь. Накопили здесь дым, все кашляли, кашляли, ничего. печки не подходило, мы еще притащили эту печку. В общем, к вашему приезду было сделано все. И трудами приходом, зарычку трудами отца Антония, его юб, вот. В прошлом году здесь были многие даты, сколько здесь было? Вообще, так, последнее время. Три года они служат, но вот мы приехали им здесь помогать, я так вот считаю. Если у нас, я рассуждаю так, если мы можем, здесь возможность оживить местность, если мы будем сюда приезжать, если мы будем сюда привозить детей, которые здесь будут бегать, если мы будем здесь в общем адаптироваться. Чем, хочу сказать, чем хороший этот край? Здесь постоянно светит солнце. Вот куда бы ни приезжал, здесь всегда светит солнце. Мы там едем сквозь Пургу, пробираемся, только подъезжаем к зарычью, раз, и все, и здесь и снега, ничего не было. Что такое? Аномада здесь такая. Во-первых, здесь и весна приходит раньше, и на 100 дней больше солнечных здесь, чем у нас в Петербурге. по статистике. Во-вторых, здесь хорошая очень экология, свежий воздух, озеро, которое экологически чистое, речка проточная, рыба, в общем, здесь есть земли, которые можно приобрести, можно подать заявки. Вот здесь есть, может быть, дома, которые можно купить. Но самое главное, что здесь есть храм, и нам очень хочется, чтобы он не погиб. Когда я увидел этот храм, я поговорил со специалистами, я поговорил с людьми, которые в свое время, 10 лет назад, или 15, они его пытались восстановить. Такой Алексей Владимирович, дай ему Бог здоровья. И раб Божий Владимир, вот, они очень обрадовались, что будет какое-то движение. Сейчас мы ищем благотворителей, может, благодаря вам, кто-то может здесь соединяться, какой-то благотворитель, есть. Вот, которые, в общем, я хотел бы, ну, я-я-я, с Божьей помощью, молитвами Святого Городства, и Святого Тихого Божия Михаила, и всех небесных сил, чтобы это место процветало, чтобы есть были молитвы. Теперь, еженедельно, с этого дня, мы будем с отцом Иоанном, вот отец Иоанн, вот помощник мой, и второй священник нашего храма Василия Великого, Василия Верующего. Мы будем сюда приезжать и хотя бы одну службу служить. Будем жить здесь в вагончике, я сегодня ночевал прекрасно, отлично, звезды, выходишь, и звезды такие, знаете, как, ну, как, где-то на море, на черном. Яркие звезды, прям гроздьями висят, тишина, на кладбище спокойно. Сначала я перепугался, значит, ну, ходил так, включил этот, свой телефон, значит, там ты фонарик нажимаешь и ходишь. А потом, я уже приспособился, сюда никто не придет, ночь. Один фильм, такой, у-у-у-у, так успокоительный, воркует. В общем, хорошее, хорошее место, и мне очень нравится, что здесь далеко город, и дай бог, не знаю, как дальше будет, даже если может быть, я не знаю, что здесь будет храм. Мы, со своей стороны, будем стараться, чтобы здесь была постоянно суда, чтобы местные жители подтягивались. Местные жители, они насторожены, напряжены, здесь много было попыток, что-то такое, ну, как-то это все не двигалось. Я думаю, что и отец, вот, Антоний мне скажет, что самое главное, это постоянная слуха, постоянная молитва. Я сам это проверил на собственном опыте. Постоянно молишься, прием человек, другой, третий, никому не надо ничего говорить, ни о чем просить, только молишься, все. И Господь все сам пошлет, если Господь сам начинает помогать. Так что наше дело молитвы, я понимаю, что проделываем сегодня такой трудный путь, это может подвиг. Может Господь там на страшном суде скажет, ага, ты ездил за жипанье? Ездил, так, и чаша весов так, сразу, вот, совершил усилие над собой. Так что, я думаю, что если вас подтянут эти места, обращайтесь, мы что-нибудь придумываем. Может еще вагончик поставим, потом еще вагончик, потом здесь все поляны вагончики, вот, потом начнем строить дом. А, и деревня вернется, и здесь будут жить здоровые жители, которые будут сеять хлеб. Здесь раньше вишни росли, я узнал, очень вишневые сады были большие. Но здесь хороший климат, картошка, морковка. И, на самом деле, хочу вам сказать, что из городов побегут люди, наступит момент, побегут. Попробуй там просто выключить свет, да, в городе. И все, как крысы, как мыши, все сбегут с города. Отключи горячую воду там, просто воду, все сбегут. А куда бежать-то? А вот она, земля, просто непаханная, не сеянная. Здесь есть непоталеку деревню, которая называется Перегреб. Перегреб. Мы туда ходили пешком, там не пройти, непролазная грязь, мы там ходили. Но когда мы пришли, стоит маленькая числоинка, речка журчит, тишина вокруг, поля, лес, и никого народу. И просто, знаете, просто остановиться и подумать о своей собственной жизни, помолиться, ты как бы становишься один перед Богом. Я думаю, что в эти места есть, у меня такое ощущение, что эти места будут заселяться хорошими людьми, что здесь будет молитва, служба. Здесь прекрасно, здесь, понимаете, здесь неоднократно являлась Божьей Матерью эти места. Мы сегодня с вами, мы сейчас с вами немножко поработаем, чтобы разогреться. Давайте вот так сказать. Кто-то грабли возьмет, кто-то, так, носилки. Надо сделать носилки срочно. Я забыл сказать. Скажите Диме, что носилки сделают. А где он Диме-то? Виктор, Виктор, сходи. Тележку привезли? Вау! Круто! А я думал, куда тележку? Тележку вот такой. Мы будем возить туалет с левой стороны. То есть, собирайте весь мусор, вам расскажем. Кто чего может. И мы таким образом внесем свою лепту. Кто граблями, кто руками, кто чем. Вот согреемся, потом нам накроют стол, мы все порадуемся, пообедуемся, а потом мы поедем все на место явления Божьей Матери. Здесь она неоднократно являлась и местным людям, и посухам, и простым пахарем. Вот они ее видели. Она появлялась там в районе пещеры, но она ходила по этим местам. То есть, здесь это место явления Божьей Матери. Здесь святые места. И что бы еще добавить? Я бы хотел поблагодарить отцов Азантония Моначи-Ангелия и Ангелия. Отца Петра, который отец Петра он настоятель храма в деревне Ложголова. Мы проезжаем. Оно так скрыто, но я бы не знаю, в какой деревне. Проезжайте за Горье. За Горье. Проезжали, да? За Горье. Вот вы все время другими дорогами выездите. Шутка. Вот А спасите, это деревня Ястребина. Ястребина. А ты где? Это Болосовский район, это ближе к Ингисеппу. Ближе к Ингисеппу. Отец Антоний он здесь иеромонах этого здесь скит и храм в Заручье и там еще скит есть ближе к Кривлению Божьей Матери. Там раньше был Успенский храм он разрушен. Притом царская семья его строила. Вот здесь такие места. Вот все это дай Бог будет возрождаться и я в каком-то смысле хорошем я роман всем помощи я не знаю что сказать дорогие мои я всех люблю большое вам спасибо и отцам и всем кто здесь участвовал спасибо что вы приехали представьте что мы ну не знаю этот крестный ход это была что-то вторая Пасха мне было ощущение что вот только что я вышел из храма и вот на Пасху вот такое было ощущение такая радость думаю что и вы тоже не совсем свеже мороженое но не глубокое замороженое так фреш зона так что Боже всем помощи помогайте храмам я вы знаете что понял если мы помогаем храмам мы спасаем свою душу как угодно ползком не ползком как только слышите что где-то возрождается или что-то там нужно помочь просто бегите это и есть возможность спасения человеческой души там подмести я не знаю что там свечку загасить вот но это уже это уже благодать Божия так что Божия всем помощи спасибо большое хотел сказать Людмиле Николаевне здесь и местному жителю вы себе эти слова благодарны молю да храм ой господи небеса о земля тоже твой приют расцветают липы в лесах и на липах цветы поют и на липах цветы поют и на липах цветы поют а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам если господи это так если праведно я пою дай мне господи дай мне знак что я волю понял твою перед той, что сейчас грустна ай, лись, как неизвимый свет и на все, что спросит она ослепительный дай ответ и на все, что спросит она ослепительный дай если господи это так если праведно я пою дай мне господи дай мне знак что я волю понял твою рам твой господи в небесах но земля тоже твой приют расцветают липы в лесах и на липах цветы поют расцветают липы в лесах и на липах цветы поют если господи это так не если господи это так Если правильно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял Твою. Калыши, березоньку, ветер и зимний, Веселые капелли доносится звон, Как будто читать поэмы в дизель, И землю, которыми был он влюблен, Про белые рощи, ливни и гостыня, Про желтые нивы и взлет журавлей. Любите Россию, любите Россию, Для русского сердца земли нет, не лень, Нам русские песни с рождения пели, На свете России в свете обнимал. Когда вся Россия на белой шинели нередко бывала, Солдат вспоминал и белые рощи, и ливни костыня, И мысленно детям своим завещал, Любите Россию, любите Россию, Россию, Которую я защищал. То Руси рожденный, в России влюбленный, Тут отдал ей сердце и душу свою, Пред ней величавой склоняюсь к поклоне, О ней, о России, я песню пою, Про белые рощи, и ливни костыня, Про желтые нивы, и радость весне. Любите Россию, любите Россию, И будьте Россия навеки верны.